Продолжение следует... 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 Я рад, что меня сюда повели, и мне очень рнавится, тут у меня много друзей, и я сейчас играю, мне все рнавится, конечно, я веду 2-0, кстати, было 3-0 я с одним, ну, с моим другом Артемом я вел 3-0, ну, что ж, на этом все, пока объясним. А ты мне скажи, что бы ты пожелал участникам? Участникам, ну, тоже в каких-то турнирах я им желаю победы, радости, ну, и себе, конечно. Ну, и пожелаю всем радости, ну, и Артему, ну, короче, всего хорошего. Также третье место награждаем Артема Вчаренко. Поднял игру по сравнению с детской юношеской чемпионатом области, но, ну, немножечко, это вчера поздно начал выиграть, показывать первые две партии, если бы не первые две партии, я думаю, ты бы и правда сегодня финал. Поздравляю. Второе место занял у нас Рената Сенгулов, его сейчас нету, но все равно поаплодируем. Ренат Кисенгулов. А ты вот туда смотри, смотри, вот видишь камера там есть, можешь помахать ручкой, да? Нет. Скажи, сколько тебе лет? Семь. Семь, ты уже большой такой, да? Да. Скажи мне, а давно ты занимаешься бильярдом? Военно три раза уже. Три раза уже? Да. Это три раза ты участвовал? Ну, я... Три года, да? Военно, да, три года военно, да, три года. А что бы ты пожелал участникам? Участникам? Ну, удачи, как они хорошо тренировались, не промазывали, как они получили приз. И первое место в самой младшей категории среди наших начинающих занял Артем Котляр. Аплодисменты. Аплодисменты. Меня зовут Артем, мне семь лет. Артем, показал практический довольно-таки взрослый уровень. Вот позиции выбирал вообще правильней, что, думаю, главный судья не сомневается. Ну, не так уж и сложно это было, но я старался. Саша, ты реально заслужил первую место. Так держать и переходи к старству. Ну, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Был тяжелый соперник, это Владимир. Правда, я проиграл 3-0 у него на русском бильярде. А у меня еще один соперник был тяжелый, это Ренат. Но я его выиграл в финале 5-3, ой, 5-2. Умничка, а скажи, давно ты занимаешься бильярдом? Один год. Ты доволен результатом своим? Очень. АПЛОДИСМЕНТЫ В Харькове всегда У меня был сильный женский бильярд, у нас есть девочки, которые все время выигрывали чемпионаты Европы, были призерками чемпионатов мира. И сейчас у нас подрастает девочка, которая уже обыгрывает мальчиков многих. Уже не первый раз призер в турнирах среди юношей, среди мальчиков. Я хочу очень сильно поздравить. Сонечка Резник, третье место. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У этого мальчика, несмотря на то, что он еще очень маленький, наверное, уже знают все в Бильярдном Харькове. Уже не первый год, все за него болеют, все всегда спрашивают, как он сыграл, и я хочу наградить Лёва Гура. Ну мы, харьковчане, всегда рады, когда к нам приезжают гости из других городов, как люди гостеприимные, даем всегда выиграть гостям. И на этот раз первое место в младшей группе занял наш гость из города Днепра Антон Забродский. Меня зовут Антон Забродский. Скажи мне, откуда ты приехал? Из Днепропетровска. Как давно ты занимаешься бильярдом? Год. А какое ты место занял в данном Кубке Украины? Первое, по-моему, младшей группе. В конце сложно было. Я проигрывал 2-0 и выиграл 4-2. Как тебе это удалось? Расскажи нам. Ну, я проигрывал, потом я стал целиться, и у меня получалось, и я выиграл 4-2. Умничка. А скажи мне, а почему именно бильярд ты выбрал? Кто тебе посоветовал? Я сам выбрал. В старшей возрастной категории среди ребят 10-11 лет два третих места мы уже наградили. Ребята из Кропивницкого уехали. Но так получилось на этом финале, что бойцы оказались сильнее во всех категориях практически. В старшей группе выиграл Кропивницкий. В средней тоже Кропивницкий. Среди девочек победил Житомир. И только в группе среди ребят 10-11 лет у нас был чисто Харьковский финал. Есть у нас два Владика, которые постоянно играют друг с другом, поднимают игру за этот год, наверное, в несколько раз подняли оба. Ну, пока второе место. Владислав Исаев. АПЛОДИСМЕНТЫ И обладателем первого Кубка Украины в истории миллиарда среди детей до 10-11 лет стал многократный чемпион Харьковской области в этом возрасте. Владислав Герасименко. Меня зовут Влад. Здравствуйте. Скажи, Влад, какое ты место занял? Первое. Сложно было играть? Очень трудно, но я это сделал. Мое желание исполнилось. А ты мне скажи, а в чем была сложность? Сложность была в том, что соперники сильно играли, и мне было в некоторых партиях трудно их догонять. Но оказалось, что я по некоторых партиях подряд выигрывал, мне везло, дурачки падали. Ну, и мне повезло, и я вошел в финал и выиграл. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А какой сложный был соперник? Да, три соперника было сложное. Илья был соперником. Вчера я с ним сыграл 3-1, но он тоже неплохо играет, хоть и два месяца только взял уже бильярды. Ну, так получилось, что хорошо он играл, но потом в конце я сделал серию хорошую, и я выиграл. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, кубки Украины, это кубок, как будто ты думаешь, что ты чемпион мира, но это другое. Что бы ты пожелал участникам в дальнейшем? Успехов, победы и хорошей игры. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потом только представлен. Антоха, ты даст, ты номер. Приезжай! Потому что я не знаю, там стоят! Да! Бем terugов, некий has someone else, а потом нельзя Speaking of like, Поправец Boot budget. Давайте, в общем, Машу посерединке пропустим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok